В наше неспокойное время очень многие люди переживают чувство страха, неопределенности. А что будет? А что потом? Что дальше? Что будет с нами? И вот некое удивительное пророчество в том, что произошло во время бури на Галилейском море, мы можем сегодня услышать из Святого Евангелия. После того, когда Иисус Христос в Галилее накормил более пяти тысяч человек питью, хлебами и двумя рыбами, которые раздавали апостолы, Он взошел на гору помолиться, а учеников понудил отправиться на другой берег. Христос отправляет учеников своих одних, а Сам остается молиться. И вот, как говорит нам Евангелие, уже ночью, а нужно сказать, что на Галилейском море очень часто бывают внезапные ветры, внезапные бури. Казалось бы, то, что еще ничего не мешало совершить безобидное и безопасное плавание, теперь угрожает тем, кто отправился в него гибелью. И вот в это время, ночь, буря, шторм на море, в лодке погибающие ученики, которые уже не знают, что делать. Они выбились из сил, и тут по морю идет Христос. Он идет и как бы проходит мимо. Ученики видят этот светящийся образ, и больше того, даже между собой говорят, это призрак. Но слышат из этого бушующего моря, клокочущего ветра, простые и спокойные слова. Это Я, не бойтесь. Это Христос идет по бушующим волнам и говорит своим ученикам, не бойтесь, это Я. И тогда Петр, удивившись этому удивительному, чудному явлению, говорит Христу, Господи, если это Ты, позволь мне пойти к Тебе по водам. И Христос говорит ему, спокойно и уравновешенно, иди. И Петр идет по воде. Он идет до той поры, пока не обернется, пока сам не испугается, потому что ветер был противный и волны высокие. И он испугался. Он обернулся, он отвернулся от Христа и тут же начал тонуть. И закричал, Господи, спаси меня, погибаю. Христос подходит к нему по воде и говорит, Маловерный, зачем ты усомнился? Ведь шел, пока верил, а как усомнился, начал тонуть. Извлекая Петра из воды, он заводит снова его в лодку. И на море делается удивительная тишина, что ученики не в состоянии удержать своего восторга, своего удивления, как все вместе произнести «Воистину, Ты, Сын Божий». Вот об этом сегодня Евангелие. Но мы должны из него извлечь очень важные уроки, дорогие братья и сестры. Когда пошел Христос по воде спасти своих учеников? В четвертую стражу. Нужно сказать, что в древности разделялась стража на четыре части. Первая начиналась от 18 часов до 21. От 21 по 3 часа до 24. От 0 часов до 3, третья стража. И четвертая стража – это от 3 часов ночи до 6 утра. Христос шел по воде в четвертую стражу. Это где-то от 3 до 6 утра. Глубокий смысл святые отцы видят в этом удивительном откровении. Почему именно в четвертую стражу? И что означает каждая из них? Они разделяли. Первая стража – это время периода закона. Вторая стража – пророков. Третья – воплощение Иисуса Христа. И четвертая стража – это время конца человеческой истории. Время гонений на церковь и приход Антихриста. И приход Спасителя Христа, чтобы спасти верных своих. Итак, первый – от Адама до Ноя. Второй – от Ноя до Моисея. Это время пророков. От Спасителя воплощения и создания Церкви Христовой. Это третий период, то есть третья стража. И четвертый период – это время гонений на церковь. Это время, когда Антихрист поднимет свою голову и будет искушать, соблазнять и верных, и неверных, возбуждая гонения на Святую Соборную Апостольскую Церковь. И мы видим, что происходит сегодня на Украине, когда законодательно церковь уже запрещается в одном из государств. Уже начинается закрытие храмов, притеснение монашествующих, священнослужителей, верующих в истину, воплотившегося Господа Иисуса Христа и воскресшего. И снова дьявол восставляет своих слуг на борьбу с Церковью. Что будет в этот период, в который живем уже мы с вами? Об этом красноревчиво повествует сегодняшняя Евангелие. Апостолы утомлены, парус разбит, утрачены уже и весла. И можно только держаться за эту лодку, за этот корабль, а это Церковь. Она будет разбиваема волнами, она будет в шторме, в волнах. И апостолы, и священники, и люди будут в страхе. И это нам открывает Христос. Но среди всех этих страхов верные услышат голос Христа. Не бойтесь, я с вами во все дни до скончания века. Это я. Не бойтесь. Вот это слово «не бойтесь, я с вами» должно согреть каждого из нас, кто вступил уже в эту четвертую стражу. И мы видим, как то там, то здесь снова колеблется истинная вера. Восстают на нее атеисты, безбожники, сектанты, всевозможные развратники и развратницы. Весь западный мир восстал на Святую Церковь. Тем самым превознося своего с маленькой буквы Бога, которым они поклоняются. И Олимпиада в Париже показала этого Бога, которому поклоняется Европа. Как все очевидно, как кажется, вокруг все рушится, как все штормит, как бушует вокруг. Но мы, христиане, должны верить и должны помнить сегодняшнее Евангелие. Христос всегда рядом, Он никогда не пройдет. Наша задача – обращаться к Богу почаще. Вот как обратился утопающий Петр. Господи, спаси меня. Это молитва каждого из нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, наших родных, близких, наших воинов, защищающих сегодня этот русский мир, эту святую нашу веру православную. Господи, спаси, укрепи наших защитников Родины. Помоги им в самую трудную минуту их жизни. И кто общается с ребятами, воинами, которые приходят оттуда, они такие чудеса рассказывают, что Христос рядом. Они это чувствуют. И я только благодаря вере Богу остался живым. Сколько таких интересных впечатлений наших бойцов, которые понимают, что не напрасно нам попущен этот период бури, шторма и гонений. Вот потому, дорогие братья и сестры, каждый из нас должен сегодня попросить Господа. Господи, спаси меня, моих родных и близких, и Отечество наше спаси и защити. Сохрани, Господи. Матерь Божья, покрой нашу землю русскую святым Твоим амафором. И избави народ, любящий Сына Твоего и Бога нашего, от всякого зла, от всяких врагов, видимых и невидимых. Мы знаем, что мы входим в период этой бури, но если мы на этой лодке, если мы члены церкви, мы в этом корабле, в храме, мы не погибнем. Запомните, погибнут те, которые в этой лодке не окажутся, которые перестанут ходить в церковь, которые перестанут молиться, читать Евангелие, молиться Христу, Спасителю. И когда Он придет, Он каждому воздаст по делам Своим. Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего, со ангелы Своими, и воздаст каждому по делам их, говорит Сам Христос. Вот потому каждый пусть Сам взвесит свои силы, «Но по силам, услышав слова Христа, который сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Вот этот призыв Господа следовать за Ним, пусть каждый из нас услышит и в меру своих сил возьмет на себя свой жизненный крест и без ропота понесет с молитвой к Богу. И если будет нам тяжело, у нас есть к кому обратиться. Не к антидепрессантам, не к колдунам и ворожеям, не к гадалкам и всевозможным обманщикам. А у нас есть у кого попросить силы, терпения, мира и радости. Господи, все это в Твоих руках. «Ведь Ты успокоил бурю». Ведь после этой бури настала удивительная тишина. И тот, кто дождется, тот, кто останется верным Святой Соборной Апостольской Церкви, он дождется умиротворения, потому что Христос успокоит все, как сегодня мы слышали с вами в этой бушующей пучине морской. И настанет великая тишина во всей вселенной. И снова прозвучит «Это Я». Я с вами во все дни до скончания века. Пусть Господь наш Иисус Христос, усмиряющий бурю, умиротворяющий нашу гнетучуюся и метущуюся душу, успокоит нас, успокоит нас нашей верой. И чем крепче будет наша вера в Бога, усмиряющего бурю, тем спокойнее будет наше сердце, тем больше мира будет в нашей семье, тем больше мира будет в нашем городе, тем больше мира будет в нашей стране. Потому что, дорогие братья и сестры, хочу напомнить вам, с чего началось явление Сына Божия, роду человеческого. С ангельского хора, который воспел «Слава Вышних Богу на земле мир в человеках благоволения». А вот запомнив эту иерархию, только тогда мы сможем понять, как этот мир приобретается на земле. В человеках благоволения, то есть благость, радость, мир, благоденствие для людей не бывает, если не бывает от этих же людей славы Вышних Богу. Итак, «Слава Вышних Богу, народ, люди всей в земли, обратитесь к истинному Богу, прославьте победителя смерти, и тогда будет на земле мир и в человеческих благоволения». Но люди не хотят славить Бога, люди отступают от Него, люди поступают против Божьих заповедей и наслаждаются грехом. Что же мы тогда удивляемся? Что нет на земле мира, бушуют волны, бушуют страсти, разрастаются военные конфликты, землетрясения, наводнения. Это все от того, что нет на земле из рода людского к небу возносящейся славы Вышнему Богу. Потому и нет на земле мира, а потому и нет для людей, забывших Бога, благоволения. А если мы хотим этого достичь в своей семье, давайте славить, не забывать о вечерних молитвах, о воскресном посещении литургии, о причастии святых христовых тайн. Тогда хотя бы в семье, хотя бы в нашей душе обязательно воцарится мир, потому что мы с вами в той лодке. И мы с вами в одной лодке, которую бьют волнами бури и испытания, но с нами Бог, с нами Христос, который так и сказал, «Не бойтесь, это я, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Мир вам, Божие благословение, ангела всем хранителям.